У нас задача необычная сегодня Вот в этой картине Мы бросили фотопечать У нас была фотография Бросили фотопечать на холст И теперь наша задача Язык фотографии Перевести на язык Масляной живописи Будем эту задачу сегодня решать Так Сразу чтобы у нас отбилась идея фотографии Вот немножко нашвыряем того-сего Рукотворным подходом То есть у нас много рыжих У нас желтые У нас белые И мы замешали это все на палитрочке И сейчас чуть-чуть начинаем припачкивать Припачкивать Чтобы у нас появился рукотворный слой Мало того у нас Сейчас тряпочку возьму Яркость Чего не хватает на На фотопечати То есть она тухловато Очень хорошо Вот мы сейчас сразу Начнем создавать Яркенькие проявления рисунка И ты видишь Я как бы делаю так Как будто бы у меня Рисунок должен только еще Произойти Как будто у меня его и нет Я просто вижу Что это светлое пятно В этом месте И я его подкладываю Как будто бы Оно еще требует уточнений Хотя мы точно знаем Что оно там В нашей ситуации Вот И вот набрасываем Набрасываем Как бы Чуть-чуть Приблизительно Количество краски Небольшое Небольшое Вот такие вот Укладочки Которые уже Перебьют Слишком точный характер Фотографического изображения То есть Вот такое Вот такое Боловство Понашвырять Понашвырять В местах Где простые фоновые пятна Будет проще Мы просто там Наполним Немножко мутностью Там Камни Выразительные Несколько Намутним Немножко Поперебиваем Для начала Чтобы Эффект Неточного Потом Произошел Чтобы мы Уже были Несколько Неточны Чтобы появился Процесс Уточнения Ведь не страшно Что камни Будут Не точно По рисунку Это не страшно Поэтому мы Создаем условия Где мы будем Уточнять Примерно Подбирая Цветки Вот мы Срочно Создаем Идею Письма Чистевого Где-то Может быть Преувеличим Цвет Где он Совсем сер На фотографии Мы Чуть-чуть Ему Может быть Преувеличим Цвет И вот Побольше Побольше Вот этого Прикольно Так Вот Понятно Что в любой момент Мы восстановили Профиль То есть Точный рисунок Восстановили И получили Внятное В живописи маслом Мы знаем Такой Замечательный Трюк Как Свет Из-под Теневой На фотографии Он Еле Еле Различим Мы добавляем Более выразительно И у нас Появляется Выразительность Этого места Которой Не хватает Выразительности На фотографии То есть Мы Усилили Свет Из-под Теневой Для выразительности Профиля Появилась Выразительность Чисто Живописного Звучания Плюс Вот эти Вот Все касания Все Начнет Превращаться В рукотворное То есть Несмотря на то Что мы Точный рисунок Имеем Мы его Чуть-чуть Ломаем Чуть-чуть Чтобы Вот этот Приблизительность Писанины С натуры Начала Появляться Ну и Наполняем Веществом 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 Хорошо Пока Вот такими Растерочками Растирочками 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 Давай так Обычно Высветляют Центр Чтобы Во-первых Выразить Центральность Композиции Прямо Высветляют Его Этот Центр Акцентируют Это Место А это У нас Уходит В тишину То есть Сразу Такой Акцент Можно И Розовинка Которая 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 Вижу Киньку Вот Этот кусок Уже Очевидно Писан Художником Хотя Мы всего лишь Краски Поналяпали Подштриховали То есть Побольше Побольше Кусков Которые Очевидно Писаны Руками Рукотворно Да Вот То есть Здесь Доиграешь Помнишь Еще Такую Забавную Вещь Как Свет Из-под Теневой Здесь У нас Он Есть Здесь Его Можно Чуть Выразить Из-под Темного Каркаса Рисунка Из-под Темного Каркаса Обведенной Линией Поскольку Источник Света Отсюда То мы Понимаем Что Здесь Как бы Теневая Хотя Там Свет Попадает И с той Стороны Тоже Поэтому Здесь Будет Линейная Обводочка Которая Тоже Будет Рукотворно Линейный Рисунок У фотографии Маловыражен Мы Его Выразим Ты видишь Уже Появился Мы Его Еще Усилим Я Просто Обрезал По Линии Темного И Появился И Теномен Обведенности Тоже Свет Здесь И Из-под Теневой Как бы Должен Вылететь Свет Но Поскольку Свет С двух Сторон То И Здесь Вылетел И Здесь Вылетел И Из-под Руки Вылетел Поняла Да Давай Так Да 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 Правильно А темное Потом Да Сейчас Пока Свет Нет Чего Темный Тоже Можно Каркас Коричневый Краснота Синька И там Где У нас Чернявый Каркас Насадить Этот Чернявый Каркас У него Бледновато У фото Печати Бледновато У нас Будет Чуть Жестче Этот Черный Каркас Хорошо Ну и Конечно Откровенно Чернявые Волосы И Их Тоже Можно Волосам Сразу Дать Мазок Аля Аля Вот Такой Чтоб Чернявость Была Максимальная И Даже Густота Краски Чуть Чуть Вот эта Косматость Ее Некоторые Волос Чуть Выразить Это Даже Волоснение Краски Выдаёт Черный Характер Ну и Вот эти Темножки Конечно Тоже Особенно Те Которые Формируют Рисунок Формируют Рисунок Понашвырять Создадим Эти Настроения Оттого Что Очень Большие Замесы Давай Прогоним Потому что Ничего Не даёт Зачерпнуть С палитры В малом Количестве То есть Сразу Приходится То есть Я замесы Поразгреб Чтобы Малое Количество Краски Брать Не увлекайся Этой Краснотой Раньше Времени Пусть Она останется Как Поджигатель А не Как Каркасный Цвет И Поддерживает Состояние Малого Количества Краски На палитре Потому что Как только Её становится Очень много Всё Уже Начинается Искушение Густой Краской Бомбить Всё А нам Нужна Мерочка Несмотря на то Что Цыганка Не ягодка Но Идея Ягодки На свет Желательно Чуть Чуть Выразить Помнишь Это Странное Словосочетание Ягодка На свет То есть Если Возможно Где-то Это Выразить Чтобы Тело Было Именно Ягодкой Пусть У нас Муглая Ягодка Но Чтобы Она Сформировалась Как Ягодка Это Произойдет За счет Рефлексов За счет Этих Мягких Рас Рас Штрихован Настей То есть Когда Она Будет Как бы Светиться Изнутри Там Чернота Типографии Все это Съела А мы Поскольку Мы Не Типография Вот Здесь Чернота Должна Быть Телесного Содержания Не Волосятого Она У нас Небородатая И Здесь У нас Шея Которая Цвета Тела Несмотря На то Что Этого Не Видит Камера Фотопечать Этого Не Не Выявила Мы Это Выявляем Что Там Тело А Чернота Продолжилась Вот Здесь Это С той Стороны Те Ж Волосы И Идея Ягодки На Свет Несмотря На То Что Цыганка Чернява Штрих По Цилиндру Навязываем Идею Штриха По Цилиндру С Красниночками Здесь Не с Черниночками Которые Типография Опять же Она Синит В тени Мы Краснин В тени Если что И маленькую Сейчас Синечка Маленькую Кисть Возьмем Если Что И Маленькую Кисть Для Всех Этих Подробностей С Красниночкой Все С Красниночкой Хорошо Мало То Что Она Будет У Нас Просто Сама По Себе Приятнее Кисть Все черноты, сначала краснота, кроме волос, волосы аж синим отливают. Давай в области рук, в области лица поупаковывать ног, упаковывать красную. Есть еще, по отношению к этим пятнам, есть возможность еще вот так поступить. Вот представь себе, если бы мы изначально набирали бы кистью это пятно, конечно это был бы штрих. И вот эту идею штриха, такого набирающего штриха, можно показать, как будто бы происходил первоначальный набор, особенно периферийных пятен, более приблизительно, более не выражено. То есть вот этот первоначальный набор чуть-чуть показать. Мало того, фотография рассказала во всех подробностях и про периферию. Мы хитрим и делаем вид, что мы и не собирались, поскольку живопись не любит периферию. О, смотри, вкусное пятно. Там чуть-чуть вот где-то мазочечек светлого более выразился и все, и все. И не надо все это вырисовывать. А есть вот это наштриховывающее состояние письма изначального, да? Когда мы периферию штриховательно набрасываем. Вот пятно, которое требует выписки, карты. Выписки, карты, руки, рука, браслет, вот эти все вещи, это все будет требовать выписки. Периферия, которая не имеет содержания, кроме того, что там понятно, что там тряпка, все остальное может быть добавить. Так, каменюки это повод продемонстрировать фактуру в картине. У нас гигантские каменюки. Мы же по фотографии, поэтому появляясь здесь, эти самые густоты, расскажут, что мы все по-честному. Все это было писано по холсту. Ведь сейчас даже вот китайская это живопись, которая на фотографии делает несколько мазочков. И люди покупают уже как бы с авторским мазком. Вот они, вот они эти авторские мазки, только побольше. То есть густота, здесь мы можем себе позволить густоту в полной мере. Да еще и красиво нафактурить, каменную нафактурить. Мастихин любит эти вещи рисовать. Вот пускай и проявит себя. В том числе и темноты. Естественно, конечно, на такой очень активной фактуре холста все это чуть труднее. Ну, возможно, поэтому вот они. То есть в тенях больше с резьбой, то есть с малым количеством краски, на светах с большим количеством краски. Создать эту архитектурку. Верхняя плоскость камня, да? Ну, сколько войдет этих камней. Здесь можно вполне светло, здесь чуть менее светло, чтобы он не кричал из периферии картины. Хорошо? То есть чуть бледнее. Чуть бледнее на периферии. То есть все здесь будет не так контрастно. Хорошо? Но густо. То есть сразу густота дает всему звучание масляной живописи. Где-то вот эти вещи осуществить. Идея складок. Идея складок. Что тоже выявит. Фактура. Да, вот фактура начинает играть. Но вообще, опять же, больше такие очень зернистые холсты для этого случая лучше не брать. Хорошо? То есть по возможности среднее зерно. Оно на этом зерне можно все, что хочешь, вытворять. Но для этого надо быть чуть-чуть опытнее, как художник. И на таком холсте будет здоровски. Хорошо? То есть чуть-чуть вот этих игрушечек. Ну, набор какой-то произошел. Дальше действуем. Ну, например. Вот на этом месте свет. Перегиб света. Вернее, перегиб формы, который увенчан бликующим светом. И, как мы это уже знаем, любит штрих по цилиндру. Любит, да? То есть всякое звучание штриха выявить. тоже здесь не подходит свет к самому краю. То есть не здесь темнее, здесь светлее. А вот здесь самое светлое. Вот здесь. На перегибе формы по отношению к нашему зрению. Вот здесь самая бликующая часть. А мы, как детки, всегда привыкли, что здесь темно, там светлое. штришочечек. Чего тоже не может фотография, это выразить идею штрихом в той меру, в которую мы можем. и поэтому и делают вот эти вот уже а-ля живописные решения. Но все-таки они не равны рукотворному делу. Свет из-под теневой наше одно из любимых развлечений. И рука сразу, смотри, выражается. Выражается. Спасибо. Наверное, на золотую побряку надо прям акцент поставить, потому что для нее это важно. Для цыганки. Да? Вот прям аж такой. даже с белым звучанием блика. Еще в картине есть чернявый каркас. Сейчас возьмем правильную кисть. есть линейный рисунок картины. чернота. вот эта чернота чуть-чуть очерчивает. собирая все в линейку. Собирая все в линейку. но не признаки фотографии. линейный рисунок, который собирает все в линейку. помнишь, помнишь, я вот здесь вот этот темный обращал на него внимание, да? то есть нужен он. линейку. Играя. 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 там там сям должен появиться линейный рисунок есть из-под него из-под него свет появился и силуэт и линейный рисунок да то есть вот это тоже должно быть что-то и и и и и и и и Продолжаем. Попробуй Значит лучше не обводить было, а лучше сначала создать тело Ты понимаешь, что ты сережки, а там ведь кроме сережек есть же идея заслоненности сережками этого пятна Поэтому и сережками и прочим, вот пока ты не нарисовала эту, ты не можешь заслонить Сначала мы грудочку выразим А уже после этого произойдет процесс заслонения Тень упала от бусинок Вот ты помнишь, какое у тебя было вырезано? Да Сейчас ты увидишь, какое у меня естественное было Привет Моя Полна Моя Мом Моя Моя Для того, чтобы дать полную имитацию того, что мы писали не по фото, не закрашивали фотку, вот у тебя здесь как раз произошел процесс закрашивания, а ведь это пятно его бессмысленно закрашивать. Его нужно создать тело того цвета, которое должно быть, и сверху заслонить бусинами. И чем больше будет таких мест, где внятно художник заслонил, тем меньше, вот опять вырезанная, уже опять обводила, тем больше будет ясности, что это, да, написано по белому холсту. Профессиональные художники, когда пишут это, они это все стараются учитывать, чтобы коллеги по цеху их не засмеяли, что они пользуются фотоматериалом, хотя пользуются, ну вот этой фотопечати. Вот оно естественное проявление, может быть плюс чуть-чуть бликующего нагрудочки. Вот здесь. Есть свет-тень, вот эта часть в тени, вот обратите внимание, как она внятно в тени. Вот та часть, несколько на свету. И все, что в тени, внутри теневого звучит, не звучит как то, что на свету. А ты своим рисованием золота нарисовала его, как будто бы оно на свету. Здесь не доглядело тени, как все маленькие, без падающей тени, все это не в пространстве, а спадающей в пространстве. Краснотики, это тело, это еще тело, здесь краснота, здесь не синька, краснота. Хорошо? Ну и штрих. Поэтому это золото, чтобы было естественно, должно войти в эту тишину теневого. Тогда оно будет сидеть там местно. Смотри. Оно, да? А так это было кричаще. Так, с камнями что у нас? Не надо, не надо. Очистите. Очистите. То есть иногда стоит что-то взять, упростить, отбросить в полумрак. Штрих всегда выдает художника. Просто стоит иметь в виду, что штрих выдает художника. Художник может быть не очень умелым, не очень талантливым, но сразу выдается этим. Проколоться можно в хорошем смысле. Хороший, конечно. Прошу бы эту каменюку более выразительную, раздвоенность камня. Показать, чтобы вот здесь была щель. И вот эта структура тоже, чтобы чуть-чуть была видна. В темном, короче. Чтобы вот эти вот тоже чуть-чуть были различимы. Слоистость камня. Вот это просто пятно. Оно ни о чем не говорит. А говорящим оно станет, если это будет вот эта слоенность. Слоенность структуры. Ну и собранность в каменюку и слоенность. Смотрите, они там отложениями вот такими. Хорошо? Давай в таком ключе. Ну что, нормально. Нормально. И там так же. Ага. Тут вот они... Ну, наврухало чуть-чуть. Здесь одна карта заслоняет другую. Ага. Сейчас она отложена. Вот эта карта заслоняет ту вторую. У тебя спутана эта идея. То есть, вот одна карта, вот другая. Логично? У тебя это не было выражено. То есть, та дальняя карта чуть светлее этой по всей... Только здесь ее тоже светло. А так, в целом, вся она... Ну, то есть, одна карта заслонила другую. И здесь это эффект заслоненности. Просто сначала хотя бы как пятно на тарапе. Еще ногу посмотрите. Вот. Пол ведучий. Цвет тень выразит. Краснота теневой. Целая газета. А здесь такие махонькие-махонькие. Очень симпатичные, но маленькие. Они должны стать размером такого, как должны быть. Смотрите, какие гигантские карты. Нет, ну совсем маленькие. Смотрите. Чтобы узнать, какого они размера, оттерла и приставила. Ну что, вот сейчас видно до самого края. Вот он, сегмент. То есть, это увеличить. Красивое пятно, очень. Соседняя, смотри. Соседняя не должна быть таким агрессивным. Ничего рядом с одним из важнейших пятен. Ничего не должно быть агрессивного. А рука здесь одно из важнейших пятен. И рядом с ней ничегошеньки агрессивного. Только свет из-под нее несколько светлее, чтобы прозвучать. Чтобы прозвучать в пространстве руке. Все здесь тихо. Понятно же почему, да? То есть, это надо запомнить. Вот красивое пятно. Вот оно бы здесь пригодилось. Ну и поскольку мы тут мастихином разыгрались, то вернуть мастихиновую укладку после вытирания. Цвета не хватает очень. Уже очень все серое-серое. Все-таки чуть-чуть там и оранжевит, и желтит. Хотя с другой стороны может не стоит отнимать руки. Так, здесь теневая под локтем. Она не облокотилась. Она облокотилась на колено. И под локтем внятная теневая. Вернуть внятную теневую. Слишком нарядное пятно для периферии. Там тишина. Только здесь начинается проявление выразительности. А там вот мутата, тишина. То есть в цвете можно, как там. Но без активности и тонального контраста этого. Ну что, по сухому будем дальше. Ну, уже сегодня время исчерпалось. Акценты. До сих пор еще для тебя слово акцент не является акцентом. Маленький, ядовитенький акцент. И весь палец, и вся нога уже звучит. Правда? А пока нет этого акцента. Там есть же прямо бликующий акцент. Вся нога чумазая, гуттаперчевая или вообще деревянная. Чего здесь делает светлый? Где ты его там увидела? Там в тень ушла нога. Вронья. Да? Вронья. И помни, больше такую активную фактуру для таких задач не бери. Ты видишь, мастихин не справляется. Некоторые вещи просто пробуксовывают. Оно по-своему тоже будет прикольно, что оно на густой фактуре. Потому что обычно все-таки изображение не бросают на такие фактурные холсты. Поэтому по-своему это прикольно. Так, подбородок ей немножко нарушила. Нарушила. Ха-ха-ха. То есть, все-таки это туда идет. К уху, а не к виску. Согласна? Хорошо. Хорошо. Тоже акцентики пока еще не являются для тебя гуменком. Вот в этом месте. Там достаточно светло. И оно как-то звучит. Правда? Все пятно. Свет из-под теневой недостаточно выражен. Можно выселить. Можно выселить. Смотри, как она сразу в пространстве прозвучала. Сразу в пространстве. Правда? То же самое с той стороны. Чуть-чуть добавим. Причем там сделаем теплым цветом. Это высветление как некий теплый нимбик. Потому что вокруг зеленое пятно. Оно зеленое. Оно зеленое. Вокруг зеленое пятно. Сделаем его с розовинкой. И уже какая-то тепло-холодность. Так. Ну хорошо. Немножко понятно, да? Как с этим бороться? Как с этим бороться? Можно. Которой тоже будет узнаваться. Которой тоже будет узнаваться именно живопись. То есть мы же переводим на язык живопись. Вот такого рода мазучки. Они довольно эффективно расскажут о том, что это было письмо без фотопечати. Поэтому квадратики. То есть рубленность. 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 Чуть-чуть насадить этой рубленностью. Ох какой фактурный кошмар. Ох какой фактурный кошмар. Но насадить этой рубленности. Чтобы тоже эффект... Я как-то уверенность не посмотрела на ваши записи. Эффект. Я думала, будет дариться. А? В смысле? Рукотворного решения происходило. Ну нет, это верно. Где то, что мы это делаем по фотопечати. Чтобы не делались. Ага. Поэтому мы всячески имитируем, что мы не делали это по фотопечати. Как, собственно, многие художники сейчас то же самое делают. Ну это уже как подмалевок получается. То есть да, как подмалевок. Ага. То есть немного вот такой рубленности письма. А юбку трогать или не надо? То же самое, да? Вот прямо из этих вот лоскуточков рубленного характера. Вот такие. Вот такие. Вот такие. Вот такие. Хорошо? Игорь, а как обозначить, что она босиком? Потому что здесь тоже... Ну пописать ногу. Здесь нет тени. То есть пока это действительно чулок такой. Кусок чулка сидит. Ну и наращивать. И тоже по возможности с рубленым эффектом. То есть такой. Как это называется? Пиксельная. Пиксельность изображения. Пиксельность. Хорошо? А еще знаете что? У меня камни. Покажите один камушек. Он же на камне. Угу. Легко видно. Везде камни. Да. Значит чуть-чуть с розовинкой. Ты там видишь розовинку, да? Да. Где-то с зеленинкой. Ты там видишь зелениночку. Направление камня показать. Направление показать. Вот это вот. Вот туда уходящий. Под нее уходящий. Эту показатель. То есть ты помнишь, что все в перспективе сходятся линии, да? Поэтому сходимость линий выразить. Вот эту сходимость линии. То есть вот туда? Вот сюда. Вот туда. Ну и ты видишь, да? Постарайся больше крупнозернистый холст для этих задач не брать. А как тогда с жемчугом? Просто добавить? То есть каменюки, чуть-чуть щели и уходящий. Давай. А здесь вот нельзя же рубленое с жемчугом. Почему оно уже рубленое? Что оно, круглое и сильно. Ага. Штриховательно. Не мутня пальцем. То есть пусть лучше даже вот такая продресь останется, чем мутность пальцевая. Вот такая пусть будет лучше даже. Хорошо? Угу. То есть не нужна она там все-таки. Хорошие. Правильные. Угу. 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 Ну вот эта вот полза, которая у нас осталась, надо все-таки ее перебить. Все-таки нарочито перебить. Задать вот это направление, чтобы оно больше кричало, чем направление перегиб холста. Хорошо? То есть здесь оно выравнивается. Здесь оно все больше смотрит в сторону цыганки. То есть чтобы оно сходилось, там где-то сходилось. Хорошо? То есть здесь уже маленький уклон, а здесь большой уклон. Но этот уклон еще живет и здесь тоже. Показать. То есть показать, что это все единая плоскость. Только вот это не трогай. Очень красивый кусок. Хорошо. Ну и карты. Присобачить хотя бы как-нибудь. И расходятся. То есть они должны сходиться туда. Сходиться. То есть должна быть внятная геометрия схождения. То есть если здесь так, то здесь так. Сходятся там где-то. А, здесь. Да, здесь правильно все так. Ладно, я ж не мог. Что ты... Да я могу так перестать. Смотрим в небо. Ну вот как бы это сделал я. Я бы сначала положил цельное пятно. И не только я. Я протерла. По этим картам начала болеть. Сначала бы посадил бы цельное пятно. А потом уже внутри этого пятна бы устроил бы разработку. Ну вот так вот. Получается у девочек. Солнце. Ну мне нравится. Получается. Солнце не ровно. Нет. Нет. И не будет. Нет, не знаю. Затклистер. Вот. Я не беру. Нет. Отлично. Продолжение следует... 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 И характер укладки, лепкий, как будто скульптор обрубает гранит. А в таких местах чуть-чуть со штришочком по цирингу. Продолжение следует... 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 Чуть мерцательно-мигательный, рубленый, рубленый характер. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот постарайся вот такое слепить вот здесь... Вот у тебя пример... Постарайся слепить... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Даже с колодочков светит. То есть она сама по себе такая румяная, что свет на ней даже холодноват. Ага. Руки будут всю жизнь не давать покоя. Некоторые художники руки так и не приловчились рисовать. Даже такие художники, как Рембарн. Руки – это второй портрет. Если кто-нибудь заказывает портрет с руками, пусть платит за два портрета. Так в том-то и дело. Часто человек спрашивает, сколько будет стоить у вас портрет заказывать? И обычно подразумевает, что будет все с руками, с ногами в дворцовой обстановке. Ну я шучу про дворцовую, но уместно спросить, вам в дворцовой обстановке? Не-не-не, мне только так, чтобы я узнавался. А на самом деле, интерьер – это усложнение задачи. Руки – это большое усложнение задачи. Поэтому портретиста можно понять, когда он ставит цифры, как бы невменяемые. Смотри, цвет тела ушел в туман тени. Линейная обведенность. Все, обратите внимание, что постоянно плоскостные рубки идут. Рубка-рубка-рубка бесконечная. Хотя, казалось бы, ну, вышлифую и все. Нет, именно рубка нужна. Костяшечность, костяшечный характер пальцев. Рубка-рубка-рубка-рубка-рубка-рубка-рубка-рубка. Не знаю, ты снимал в последний раз. Если ты все сняла, это копейки с продажами. Я ничего особенного не делаю. Я срисовываю то, что вижу. Что тоже очень важно. Просто, чтобы срисовывать то, что видишь, нужно научиться различать, что видеть. Мы часто не различаем, а что там видеть. Значит, рубленный характер нашего видения должен произойти. Свет-тень должна быть очень внятно выражена. Прикольно. Свет желтит, теневая розовит. Теневая розовит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты от нее бегаешь, как все нормальные дети Я ее навязываю рубкой Ну вот теперь в контексте Смотри, у меня нет ни одного черного пятна в руке Рука Они немножечко всюду теплые Они принципиально тонально другие, чем многие пятна вокруг То есть ты видишь цельность тональную Вот они явно, если бы была бы черно-белая, то очень явно бы отделялась бы тональность рук А вот здесь вот юбку вот Ну давай уже, сначала ногу пририсуй Хорошо И у этой ноги, если ты видишь, еще теневая вот здесь, да? Ну вот ее и сделаю Ну она мелкая, там большая Которая, там большая Добавляя 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 Продолжение следует... 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 Это оно, да? Да. Различимо. Субтитры сделал DimaTorzok. С чего это рисуется? 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 Продолжение следует... 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Смотрите продолжение в следующей серии.